Статус Гагаузии, он зафиксирован в Конституции Молдовы, и его не надо упрощать, его не надо уменьшить, его надо развивать. Здесь будет не то что Швейцария, а может быть и лучше. Я молдаванин, я гражданин Молдовы, я не могу быть безразличен, что творится в моей стране. Я говорю, я не член ПАСС, спросите у руководства партии, у президента, они должны понять, что они приняты на работу служить народу, но не наоборот. Закрыли у нас ряд сахарных заводов, к сожалению. Зачем бритчанский сахарный завод, один из самых лучших технологий в Европе, его закрыли. Смена власти это радость, как говорят обычные дураков. Если человек считает себя членом ЛГБТ или нетрадиционное направление, иди к себе домой, закрывайся на замок и там в квартире твоей, в доме, делай все, что хочешь. Перед Богом ты в ответе будешь, но не выходить, извините, с голой задницей на улице и показать нашим детям, нашим внукам непонятные традиции. Я помню, что сказал мне дед Царства Небесного, самое большое предательство человека, это тот, который преподает, то есть меняет веру своих родителей на другую. Я не хочу быть предателем. Василий Павлович Старлев родился 9 октября 1963 года в селе Башкалия, Бесарабский район. В 1990 году окончил политиктический институт имени Сергея Лозо в городе Кишиневе. Доктор экономических наук, академик Международной академии компьютерных наук и систем. С 1995 по 2001 годы генеральный директор АО Букурия Кишинев. С 2001 по 2008 годы премьер-министр Республики Молдова. С 2010 года президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы. С октября 2014 года председатель Совета международного конгресса промышленников и предпринимателей. За значительные успехи в профессиональной общественной деятельности награжден Высшей государственной наградой Республики Молдова Орден Республики. Удостоен многих других наград и почетных званий своего государства и международных организаций. Женат. Отец двух детей. Василий Тарлев. Несомненно, уходящий год принес для всех нас неожиданные события и перемены. Было немало огорчений, но то, что произошло в уходящем году, оно уже прошло. И Новый год – хороший повод и возможность начать восхождение к лучшему. Друзья, добрый вечер. В эфире на ГРТ программа «Большая игра». С вами я, ее ведущая Нина Демогла. Сегодня гостем эфира стал премьер-министр Республики Молдовы 2001-2008 годов, а также председатель Международного конгресса промышленников и предпринимателей и председатель Национального конгресса промышленников и предпринимателей Василий Тарлев. Господин Тарлев, здравствуйте. Рад вас приветствовать в Гагаузе. Добрый день. Спасибо за приглашение. Как добрались до автономии? Как вам Камрад? Для меня поездка на юг, особенно в Камрад, это теплое, хорошее, дружественное. Спасибо, хорошо. Изменился за последние года как-то регион? Что вы можете для себя отметить? Ну, конечно, в сравнении все меняется. И мы меняемся, и города, и Молдова в целом, смотря с какого ракуса, то есть с какой стороны посмотреть, но Камрад тоже изменился, конечно, за годы независимости, если говорить об этом периоде, я так понимаю. За годы независимости Молдова? Да. То есть хорошие, где-то есть хорошие продвижения, где-то не совсем хорошие, но динамика есть. Общаетесь по роду своей деятельности с гагаузами, с жителями Гагаузии? Да, конечно. Это не секрет ни для кого. Я родился на юге Молдовы, в село Башкалия. Определенное время это село было даже в составе Камрадского района, потом оно перешло в Бессарабском районе, поэтому имею очень много коллег, друзей, и родственников в том числе, и, конечно, общаюсь, да и по долгу службы. В нынешний период я являюсь президентом Национального конгресса промышленников и предпринимателей, где имеем напрямую отношение с деловым миром, в том числе и с юга, то есть с гагаузией. Поэтому, когда есть малейшая возможность приехать, то, конечно, я приезжаю, а если нет возможности физические, мы всегда на контакте, онлайн, общаемся по телефону, в том числе со многими, скажем, жителями Гагаузии и представителями юга Молдовы, да. — Слежу за деятельностью Национального конгресса, Международного конгресса, иногда даже читаю новости на республиканских порталах. Насколько продуктивным, может быть, тяжелым, а может быть, успешным для Международного и Национального конгресса был 2022 год? Какие события, может быть, из этого рода деятельности вы могли бы отметить? — Ну, во-первых, 2022 год, с нашей точки зрения, он был тяжелым годом, непростым годом для всех людей, можем сказать, планеты, поскольку была часть пандемии, и несмотря на то, что вдруг быстро она закончилась, непонятно как, зачем и от кого, потом начался военный конфликт и много чего другое, но год с экономической точки зрения, мирового масштаба был не совсем хорошим, был тяжелым, но, тем не менее, мы 2022 год, ввиду того, что я работаю в экономических проектах, экономике, в экономике, но не в политике, не в военной деятельности, теряя других направлений, мы понимаем, что политика должна идти на несколько шагов, то есть экономика, политэкономика и экономика в целом, промышленность, она должна пойти и идти на несколько шагов вперед, чем политики и все остальное. И вот, исходя из этой ситуации, что последние годы поломалась система и правила игры мирового уровня, если до сих пор более не менее правила игры были установлены, в том числе в всемирной торговой организации, то есть в ЭТО, где Молдова является членом этой организации с 2001 года, были определенные правила игры и на макроэкономическом уровне, и на частном, непосредственном, но за последние годы они полностью нарушены, и эти запреты, и эмбарго, и много других позиций, конечно, все смешало, нет определенности, но мы постарались выдвинуть, составить, предложить платформу. Международный конгресс промышленных предпринимателей предложил как платформу экономического развития международного уровня. Я считаю, что 2022 год, особенно вторая половина этого года, для международной организации, где являюсь председателем, как Международный конгресс промышленных предпринимателей, где входит много десятков стран, мы постарались преподнести это как платформу развития, оставить в сторону все политические, скажем, недопонимания и заняться экономикой. Получилось? Да, я считаю, что да. Вот последнее наше событие в прошлом году, если вы говорили, что вы наблюдаете за нашу деятельность. Вы подписали соглашение. В конце прошлого года мы участвовали с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей и с Национальным конгрессом Молдовы. Участвовал Международный экономический форум Бишкеки, где участвовали очень много стран и на уровне руководителей, и правительств, и стран, министерств и ведомств. И мы тоже провели расширенные заседания Совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей. И все мои коллеги подтвердили, что мы, во всяком случае, правильно сориентировались и преподнесли, начали двигать и развивать этот конгресс, эту организацию. Я считаю, что у нас получилось неплохо, если говорить о Международном конгрессе. А если говорить о Национальном конгрессе, то тоже мы постарались, ввиду того, что я молдаванин, гражданин Молдовы, и, как мы говорим, рубашка ближе к телу. И где бы я ни был, все равно стараюсь поддержать местного товаропроизводителя, наши молдавские производители. И мы подписали ряд соглашений, подписали меморандум о сотрудничестве с деловым советом Евразийского экономического союза. И в конце прошлого года мы подписали соглашение с деловым советом Содружества независимых государств. И мы преподнесли, то есть создали хорошую основу для развития экономики именно бизнесменов Молдовы. Какие привилегии они могут дать бизнесменам? Ну, во-первых, информирование из первых источников. Второе, это свежая информация и участие непосредственно в работе этих органов. И, естественно, мы из первых уст, имея информацию, мы можем быстро среагировать и соответствовать теми требованиями. И другое, конечно, открыть дверь и создать условия для нормального экспорта, финансирования, кредитования, инвестиций и развития реального сектора экономики. Как минимум, вот эти привилегии, я думаю, это, в принципе, основа для развития любой экономики. Чем сегодня живут наши сельхозпроизводители? Какие основные проблемы, с какими проблемами основными они сталкиваются? Вот мы знаем по поводу фонда субсидирования, в этом году, в принципе, им выделили столько же, сколько и в прошлом году, там полтора миллиона, кажется. Миллиарда. Миллиарда, простите. Ту же самую сумму, но я, насколько понимаю, они недовольны. И я видела заявления определенных общественных организаций. Почему они недовольны? Ну, во-первых, агропромышленный комплекс для Молдовы – это очень важный сектор, очень важные отрасли. И очень много людей, или абсолютное большинство граждан задействовано в этой отрасли. И мы знаем, что до сих пор не ликвидированы последствия засухи, которая была недавно в Молдове. И, естественно, разрушена система логистики по импорту и экспорту и много других позиций. Кроме этих позиций у нас есть проблемы в агропромышленном комплексе финансирования, обеспечения сырьевыми материалами, упаковки и так далее. Третье, конечно, защита местного рынка для них. Четвертое или следующее – продвижение экспорта и сотрудничество с всеми органами власти, и региональные, и центральные. Я считаю, что несмотря на то, что сохранена сумма, общая сумма, полтора миллиарда субсидий для сельского хозяйства, как предыдущий год, то полтора миллиарда в нынешних условиях совсем недостаточны и намного меньше повлияет на агросектор, чем в прошлом году. Почему? Потому что вы возьмите ценовое образование, что творится на нефтяном рынке. Если бензин и дизельного топлива год назад или полтора стоило одна цена, сегодня у нас совсем другая. Поэтому оно создало неопределенность и большие проблемы. То есть покупательский спрос у населения упал, а затраты на единицу товара, на килограмм товара, себестоимость товара увеличилась. Поэтому я считаю и согласен с мнением аграрьев, что недостаточная поддержка и внимание агросектору с точки зрения в том числе субсидий, в том числе с точки зрения финансирования, кредитования из банковской системы. Она очень бюрократична, она невыгодна и это, конечно, в конечной позиции сильно ударяет на потребителей, то есть на каждого гражданина нашего государства. И мы считаем, что и аграрий в том числе, что недостаточны действия властей по внешнему фактору. Насколько в основном фермеры, сельхозпроизводители недовольны властью? Потому что мы помним 2020 год, когда тоже была засуха, и тогда тоже была выделена беспрецедентная помощь, тоже, кажется, в размере полтора миллиарда выделялась тогда на помощь, на субсидирование. Но мы помним, как фермеры тракторами на ступеньке правительства заезжали, и их недовольство достигло какого-то пика. Вот на сегодняшний день как вы чувствуете ситуацию? Все недовольства, то есть в любом демократическом государстве каждый гражданин имеет право высказаться и защищать, скажем, свои интересы по-разному, но в законном русле. Но, к сожалению, очень много процессов политизировано. Второе, конечно, есть какие-то запреты, но предыдущий год, если взять 2020 год, то я считаю, что там присутствовал фактор политизации большой, и второе, конечно, засуха, непонятные цены в нефтяном рынке и много-много других позиций, и, естественно, это всплыло то, что всплыло. Что касается в этом году, но и там, и здесь, и в любых ситуациях, где есть недовольство людей, в том числе и движения, демонстрации и так далее, главный фактор – это отсутствие доверия между властью и людьми, и общества, и второе – отсутствие диалога. В первую очередь, все должны понять, что лучше и легче решить все вопросы за круглым столом, чем решить их на площади. Поэтому вот эти моменты повлияли, и еще повлияют, если это будет проблема. Но я из того, что я знаю, да, есть голоса, в том числе от аграриев, что они недовольны, что есть проблемы. На носу вот весенние полевые работы, и, как вы знаете, в весенние полевые работы надо создать условия. А с удобрениями как ситуация? Из того, что я знаю, проблематично. Во-первых, есть проблемы с логистикой, с транспортировкой через Украину. Во-вторых, ее надо объехать, а объехать надо через прибалтийские страны, Польшу, Румынию, в Европейском Союзе, а там есть большие проблемы для наших транспортников. И затрата увеличивается. А полевые удобрения есть только в определенных странах? Лучше бы, конечно, было для Молдовы это железнодорожным путем из России или Белоруссии. Было намного ближе и по себестоимости меньше. Но ввиду того, что вот есть такая проблема, то, конечно, надо задействовать во всем работы Джужжулешского морского порта. Но и там непонятно, что творится. Непонятно, чей, непонятные правила игры и работы. И вот это все, я думаю, осложнит ситуацию весеннеполевых работ. Дай бог, чтобы было легче и лучше. Но аграрии, специалисты, эксперты, да и я кое-что понимаю в этом плане, в этой отрасли. Пока не вижу определенных продвижений. Но фактор минеральных удобрений для Молдовы это очень важный. И если невозможно сейчас закупить или завезти из России и Белоруссии, то, естественно, надо искать с других стран. Откуда? Из Казахстана, по моей информации. Ну, Казахстан, а Казахстан нет выхода к морю. Это надо железнодорожными путями. А железнодорожный путь через Украину невозможно. А это входит очень дорого, но есть необходимые удобрения. Поэтому больше из того, что я знаю, покупают из происхождения Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. Ну, есть и Туркменистана. Вот эти страны, больше подходят и качество, и цена. Но, опять же говорю, главная проблема это логистика. Я считаю, что здесь центральные власти или региональные власти, допустим, если говорить на уровне национального, то тут должна вникнуть и взять на себя определенные полномочия и движения правительства со своими правительственными структурами. На региональном уровне есть и сполком Гагаузии, есть и управление сельского хозяйства Гагаузии и ряд других ответственных органов, которые они должны получить не зря плату, а заработанную плату. Если они позаботятся, помогут решению этой задачи наименьшими затратами, естественно, будут и больше налогов в бюджет, и будет лучшая атмосфера в стране. Василий Павлович, по поводу повышения цен на топливо, вы как считаете вот эти акцизы, которые мы повышаем каждый год? Ну, во-первых, я хотела бы отметить, почему у нас такие высокие цены на топливо необходимые, в том числе сельскохозяйственникам, потому что многие эксперты говорят о том, что мировые цены не так уж и сильно выросли сравнительно тому, насколько у нас поднялись цены. Второй момент — это акцизы. Акцизы, которые мы по соглашениям, которые мы заключили об ассоциации с Евросоюзом, мы обязаны каждый год повышать эти акцизы. Но с некоторыми экспертами я говорю о том, что вот эти вот все условия, учитывая, может быть, кризисный год, учитывая ситуацию в стране, их можно оговаривать, в том числе с нашими международными партнерами. Правительство, оно не хочет в это вникать или не может вникать? Что происходит? Ну, во-первых, исходя из того, взять сравнение, допустим, Украина, она имеет военные взаимоотношения с Россией. Она с Россией вообще не импортирует ничего, если так образно говоря. Но цены на нефтепродукты в Украине, где идет война, дешевле, чем в Молдове, где, слава богу, у нас этого нет. Нет войны, нет конфликта. И ответ на ваш вопрос. Вопрос — суть. Наши власти увеличат каждый год акцизы на импорт нефтепродуктов. Зачем? Аргумент, который вы сказали, что якобы требование условий с Европейской комиссией, это не аргумент. Это не аргумент. Кто им их уполномочил взять на себя обязательства от имени государства, Молдовы, увеличить каждый год акцизы на нефтепродукты, когда в Молдове не производится пока нефть. Мы должны заботиться о людей. Людям нужны некрасивые слова о Европейском Союзе. Им нужны нормальные условия для работы. Если Европейский Союз заставляет кого-то поднять цены и не улучшить покупательскую способность, а люди будут жить хуже, такой союз никому не нужен. Поэтому я думаю, что власти Молдовы должны посмотреть, проанализировать и ставить во главу угла не интерес какого-то союза, пусть даже Европейского союза, а интерес, национальный интерес товаропроизводителей Молдовы. Поэтому, если не может или не хочет найти нормальных, доступных источников для обеспечения нефтяного рынка Молдовы с дешевой и стабильной цены, то они должны снизить акцизы на импорт товара. Но имея такой рынок, как Молдова, довольно компактный, правительство знает, что фактор нефтепродукта очень важен. И об этом заботятся все страны, даже Великобритания, Соединенные Штаты Америки, да все страны заботятся о нефтяном рынке. Это благосостояние людей. Правительство должно заняться этим вопросом. Не заниматься продажей розничной на каждой безонколонке, но создать условия для источника, покупая и заключая договора с привлекательным ценом, оно обязано. Первое. И второе, если есть проблемы надземной логистики, в данном случае железной дорогой и так далее, у нас есть нефтяной порт. На то мы и работали. Я еще будучи премьер-министром воевал за то, чтобы мы имели морской порт. Это морские ворота государства. Не надо никому просить разрешения проехать через свою страну или куда-то. Мы загрузили в порт в корабль, пожалуйста, выйти в Черноморский бассейн и сотрудничать со всем миром. Понимаете? И в Джужу-Лесском порту мы тогда посодействовали, построили в том числе нефтяной терминал. Имея морской порт, нефтяной терминал, и имея силу воли, профессионализм и желание, то этот вопрос, скачок цен в Молдове не должно быть. И вы правильно отметили в вашей вступлении, что цены не так уж сильно выросли на нефтепродукты. Как на это упывают представители правительства. Поэтому это только нежелание заняться этим делом и то, что они не занимаются. Первое. Второе. Это повышение акцизов просто закрытыми глазами. Кто-то сказал, как можете вы дать ответ цена на дизельное топливо, на бензин, в соседней стране, которая воюет, дешевле, чем у нас, где мы не воюем, и у нас нормальные отношения. Но у них инфляция на 16% ниже, чем у нас. Но они говорят, представители власти, да, ниже, потому что они получают какие-то дотации, они получают какую-то помощь из-за рубежа. Неправильное понимание это совсем неправильно. Инфляция с дотацией ничего не имеет общее. Надо вникнуть и нормально, профессионально управлять ситуацией экономики. Мы считаем, что оно неправильно управляется на сегодняшний день. То есть вы считаете, что нынешнее правительство некомпетентно? Я не говорю о правительстве, я говорю о ответственных лицах, которые занимаются реальным сектором экономики. А правительство в целом? В том числе правительство. В том числе правительство. Но об этом не только правительство, А правительство не сама по себе. Подождите, правительство это кто? Это продукт президента и парламента. Значит, тут и парламент, и президентура. Кроме правительства, это есть национальный банк. Это кто? Это тоже продукт парламента и президента. И много других государственных властей, которые они обязаны, они должны понять, что они приняты на работу служить народу, но не наоборот. Мы видим некоторые отставки в правительстве. У вас нет информации, что там происходит. Мы видим министр, как отмечают эксперты, не самый плохой министр социальной защиты, попадал в отставку. Видим, что с аппарата президента некоторые работники уходят и уезжают, заявляют, делая заявление о том, что они уезжают из страны. Не пойдет ли это правительство? Все задаются вопросом. Понимаете, любое правительство должно работать не на срок, а на результат. И вот смена министров, о которой вы говорите, то экологии, то сельского хозяйства, то сейчас труда и социальные защиты, они происходят за ночь. Отсутствие информации, конечно, порождает много разговоров. Но если взять, допустим, недавняя отставка увольнения министра экологии и окружающей среды, за что ее уволили? Я точно не знаю. То, что якобы не создала эффективный портал Лемни МД. Уволили, к примеру. Может быть, и было, и другое. Но через неделю ее назначили главным советником по экологии и окружающей среды президента страны. Ее, скажем, наказали или повысили. Вот такие подходы. Нельзя сказать, что это пойдет к лучшему или к худшему. А что касается правительства в целом, я не за то, чтобы правительство ушло в отставку. Потому что смена власти – это радость, как говорят обычные дураков. Нет. Должна быть отдача. И тут не гарантия, если даже это уйдет, кто придет. Будет лучше? С другой правительством есть такие же правила игры будут? Или такие непрофессиональные? Ну, представители оппозиции говорят, что досрочные выборы – единственный правильный вариант. Да, в создавшейся ситуации, если нет другого варианта, то да. Если нет другого варианта. Возможно, и лучше не довести до греха страну. Вы думаете, досрочные выборы переформатируют ситуацию? Думаю, что да. Думаю, что да. Если оно будет. Но по-любому, если оно не будет в этом году, то на следующий год выбора президента. По-любому будет изменение. А после выборов президента парламентские выборы? Будет парламентский выбор, да, конечно. Ну и выборы в этом году ожидаются в Гагаузии. Да. Да, поэтому... Вы следите за ситуацией, как она развивается в автономии? Да, конечно. Что вы можете сказать? Несмотря на то, что я много лет, то есть определенный период после того, что особенно после того, как меня избрали председателем международной структуры, как вы представили, как председателем международного конгресса промышленников и предпринимателей, где в этой организации входит много десяток стран мира. У меня там по уставу не было полномочий заниматься политикой. Но я молдаванин, я гражданин Молдовы, я не могу быть безразличен, что творится в моей стране, да, тем более имея опыта и так далее. Поэтому я активно не участвовал, но я всегда держал руку на пульсе, в контакте с многими партнерами, коллегами и так далее. Но в прошлом году был изменен устав этой международной организации, где я имею право по своему усмотрению заняться и политической деятельностью, в случае желания и необходимости в своей стране. Поэтому мне развязали больше рук. Но тем не менее, и даже до этого и после этого я, конечно, наблюдаю, в том числе и за развитие ГГУской автономии. Вы просто наблюдаете или вы хотите в дальнейшем идти в политику? – Честно вам скажу, в последние месяцы очень много граждан Молдовы любого уровня стучатся, звонят, приходят на встречи, убеждают вернуться с моим опытом, с моими возможностями вернуться в политику Молдовы и заняться политическим проектом. Я вначале говорил категорически, мне это не нужно, неинтересно, но увидев, что чем дальше в лес, тем больше дров, образно, как в народе говорят, и ситуация не меняется, то я в принципе сказал, что да, согласен, но давайте вначале мы проанализируем ситуацию и создадим проект такой, чтобы люди это восприняли хорошо и у нас были результаты, чтобы не было политика ради политики. Мне это неинтересно. Если я приду, то я приду к конкретике, и все люди знают, где я работаю, должна быть конкретика и реальный результат. – А какой конкретики вы хотите? – Я, если говорю, что конституционный строй Молдовы так устроен, так создали его, что без политической силы, без политической партии невозможно ничего сделать. Вот вы хотите стать министром, к примеру, или премьер-министром Молдовы, вы без поддержки в парламенте политических сил и президента вы не сможете. Поэтому для того, чтобы изменить что-то в стране, в обязательном порядке, создавшем законными условиями, вы должны быть членом определенной политической команды. – А вы сегодня видите ту политическую команду, к которой вы бы могли примкнуть? – В нынешней ситуации нет. Но сотрудничать можем со всеми здоровыми силами. – А кого вы считаете здоровыми силами? – Те люди, незарайно, как называется партия, в любой партии есть и нормальные люди. – Партия коммуниста Владимир Воронин – это здоровая сила? – Ее пока не видно. Она в составе блока социалистов. – Но она все-таки не в составе, они же все-таки парламентская фракция, отдельная, то есть они как партия. – Я еще раз говорю, независимо от названия партии, пусть она называется как хотите, мы знаем менталитет наших граждан Молдовы, что граждане Молдовы, и не только Молдовы, в регионе все, и на Украине, и в Румынии, менталитет не голосовать за идеологию, а голосовать за лидера, команды и программы. Люди, им надоело, скоро придет время, что люди разочаруются во всех, и вообще изберут совсем другого, как было на Украине. Все политические партии, лидеры, которые говорят, что рейтинг у них был 50%, 70%, вдруг выборы избрали совсем чужого артиста, определенного на должность президента. Поэтому играться с чувствами людей, электората не надо. Люди ждут и хотят жить хорошо сегодня в своей стране. Я по долгу службы очень часто езжу в командировках в разных странах и встречаюсь почти в каждой стране с молдаванами, то есть с гражданами Молдовы. Я когда говорю о молдаване, я говорю о гражданах Молдовы, независимо от национальности. Поэтому езжу в Турции, во многих странах, встречаю наших молдаван, то есть граждан Молдовы. И, к сожалению, к счастью, абсолютное большинство хотят приехать домой. То есть носталгия. Они понимают, где бы они ни остановились, как бы уровень жизни может быть там лучше в той стране, все равно они чужие там. Они чувствуют себя хозяевами у себя дома. И носталгия, и так далее. Они не спрашивают у вас, когда ПАСС создаст те условия, которые она обещала, для того, чтобы диаспора вернулась? Спрашивают, спрашивают. Что вы им отвечаете? Я говорю, я не член ПАСС, спросите у руководства партии, у президента и так далее. Вы их голосовали, пожалуйста, спросите у них. Но хочу вам сказать, что в этом плане, к сожалению, но очень быстро люди разочаровались. И чем больше, чем дальше, тем лучше. Я понимаю, что после каждого выбора, люди, которые выиграли команду, очень большие ожидания. Но тут не видно динамики. Прошло уже немало времени, не видно динамики решения вопросов. И люди, конечно, разочарованы. И чем дальше, тем больше. И это плохо. Если мы вернемся к Гагаузе, Василий Павлович, как вы думаете, есть уже какие-то прогнозы, может быть, если вы пристально наблюдаете, кто будет следующим башканом? Ой, тяжело. Конечно, это надо Бога спросить или решение за народом. А вы уже видите каких-то потенциальных кандидатов? Я уверен. Еще никто, конечно, официально не заявил, что он будет баллотироваться. А нынешний башкан Ирина Влах уже не может выдвигать свою кандидатуру. Конечно, мы видим. Вы готовы назвать фамилии или нет? Мы контактируем со многими потенциальными кандидатами. А вы зачем контактируете, чтобы поддержать? Ну, они, в том числе, я нынешний безразличный, это республика Молдова. Не знаю, что это автономия Гагаузи, это республика Молдова. И от того, кто будет у руля в автономии в Гагаузи на юге страны, в том числе они внесут лепту и на благосостояние региона, и в целом по стране. Поэтому я не могу быть безразличным к этому вопросу со многих точек зрения. В том числе и с тех, которые я вам сказал. Поэтому мы контактируем с разными возможными потенциалами, потенциальными кандидатами. И я думаю, в ближайшее время начнут, скажем, когда закон позволит декларировать участие. И, скорее всего, я, скажем, по одному... Выскажите свое мнение или будете именно поддерживать на выборах? Ну, для начала выскажу свое мнение, а потом, естественно, заявлю о своей поддержке того или другого кандидата без проблем. Очень интересно, будем ждать этих заявлений. С удовольствием. Скажите, пожалуйста, по поводу СНГ. Вы говорили, что неважна та или иная структура, чтобы нам было выгодно. Но мы видим, что мы стали кандидатами на вступление в Евросоюз. Уже мы видим, что Молдова все-таки идет в фарватере определенных европейских стран. В том числе, делая определенные заявления. В прошлом году мы увидели, как президент Майя Санду, госпожа Майя Санду, заявила о том, что Молдова пересмотрит все наши соглашения, которые были приняты на площадке СНГ. Мы замечали в прошлом году то, что премьер Наталья Гаврилица не посетила ни одного мероприятия, в том числе и президент. На прошлой неделе мы услышали заявление министра иностранных дел Нику Попеску, который сказал, что очень много соглашений в рамках СНГ. Они не рабочие, они не нужные. И в том числе в этом контексте я хотела бы вам рассказать, что у меня в одной из моих передач программ был министр сельского хозяйства Владимир Боля, который сказал, что да, это хорошо, если Молдова будет развиваться во всех направлениях. Но когда я ему привела пример, что именно молдавский производитель 98% по статистике продает своих яблок в Российскую Федерацию, он меня поправил и сказал, что это было год назад, это статистика 98%, а в этом году это уже 70%. И призвал молдавских производителей искать своего покупателя на рынке Евросоюза. Вот в этом контексте я хочу вас спросить, как вы видите эту ситуацию? Может ли Молдова частично выйти из этих соглашений с СНГ, о которых говорит министр иностранных дел и президент Майя Санду? Более того, жители, граждане Молдовы, которые проживают в Российской Федерации, вот их 500 тысяч, вы даже сами говорили, что их около миллиона по неофициальным данным, они переживают, что если Молдова начнет выходить из этих соглашений, не получится ли так, что нам закроют вообще безвизовый режим? Ну, этот вопрос нам надо разделить на несколько частей. Да, да, я понимаю, что он... Что касается внешнего фактора, внешнего сотрудничества, я считаю, что у Молдовы есть три, скажем, столба крепких. Первый — это член Содружества независимых государств, то есть СНГ, второй — это кандидат, статус кандидата в Европейского Союза, и третий — это нейтралитет Молдовы. Если эти три основания, три столба сохранить, укреплять, развивать и хорошо использовать, для Молдовы это уникальное развитие нашего государства, уникальность. И к нам будут приходить из Востока, из Запада, и здесь будет не то, что Швейцария, а может быть и лучше, но надо правильно это сделать. И выходить из СНГ или из-за каких-то международных соглашений в Сотружество независимых государств ради чего-то другое, скажем, кандидатство в Европейский Союз, никто нас не заставляет. Это популизм, это неправильно. Выходить не надо ниоткуда. Надо использовать национальный интерес нашего государства. А зачем они тогда делают такие заявления? Я думаю, это или они делают провокационные декларации, провокации, или их заставляют некоторые внешние партнеры этого сделать, или они делают это из-за зависти кому-то, или отсутствия видений на будущее нашего государства. Или все вместе взятое. Поэтому я считаю, что ни одна из этих деклараций, которые были и еще будут о выходе из СНГ, добро людям Молдовы не принесут. Мы должны радоваться этому и укреплять. Что касается участия Молдовы в этой организации, да, вы частично правы. Президент Молдовы не принял участие ни в одном заседании. Ни дружественное, ни рабочее, ни официальное. А вместо президента... Да, Гаврилица принимала участие. Премьер-министр участвовала онлайн на заседании глав государств. Поэтому я считаю, это плюс. И получила комплименты от президента Белоруссии, кстати. Да надо получать не только комплименты и поддержку. Надо быть открытым к сотрудничеству. Для блага нашего народа. А так, чтобы выполнять указ какого-то государства против кого-то, это плохо. Поэтому это один аспект по участию. Второе, мы знаем, что представители Молдовы не принимают участие в рабочих даже органов СНГ. Это плохо. Если раньше принимали участие президент, премьер-министр, то есть на их уровне. Потом министры, а потом эксперты разного уровня. Сейчас никто из этих не принимает. За последние годы никто из этих не принимает. В определенных случаях, в исключительных случаях, раньше было, если не могли государственные деятели принимать участие, как минимум представлял Молдову посол в той стране, где проходили мероприятия в России, Белоруссии или в других странах. За последний год, к сожалению, за 22-й год, к сожалению, и посольство не приняло участие. А более того, из того, что я знаю, за прошлый год Молдова даже не оплатила членский взнос в этой организации. Она небольшая сумма, но, к сожалению, не заплатила, несмотря на то, что в бюджете в Молдове было заложено деньги, затраты для оплаты членских взносов. Никуда Пьеску говорит, что нет, Молдова все исправно платит, что они все соблюдают. Из того, что я имею, дай бог, чтобы я ошибся, но из того, что я имею информацию, вот я встречался с деловым советом Содружества независимых государств, где попсал меморандум в конце прошлого года, это было 27-го, по-моему, декабря. Я встречался с господином Лебедевым, генеральным секретарем исполкома Содружества независимых государств. И там было сказано, что пока что на тот момент не было оплачено. Я не говорю, что это истина в последней инстанции, я просто цитирую представителей наших властей, что они говорят и как бы они вам оправдывали. Я проинтересуюсь. Но несмотря на то, что органы власти Молдовы не принимают участие, не сотрудничают никак, ни в экономическом плане, ни в социальном, ни в образовательной сфере, их там никто не заставляет заниматься в военной тематике или какой-то другой. Не надо. В Молдове есть статус нейтрального, не участие ни в какой военных блоках. Это в Конституции написано. Но в экономическом, социальном, гуманитарном, образовательной сфере для Молдовы это нужно. И это надо. Мы имеем и в России много сотни людей, граждан Молдовы. Мы имеем в других странах диаспоры, Содружество независимых государств. Мы должны заботиться о тех людях. И не только. И рынок сбыта в основном наших товаров это на платформе, скажем, Содружество независимых государств. Пока что. Но уходить с какого-то рынка не надо. В народе же говорят, бабка встала, место пропало. Грубо сказано, извините за выражение. Но для того, чтобы занять нишу на каком-то рынке, сегмент рынка, нужно очень много времени, много работы, большие деньги, затраты большие. А там нас знают. Там есть место наше. Зачем отказываться? Это не значит, что мы не должны бороться за другие рынки. Мы должны бороться за каждый сегмент любого рынка сбыта. Но отказываться добровольно от тех рынков сбыта исторических, которые создали наши отцы и деды. Это глупо. Это неправильно. Поэтому, что касается второй части вопроса об товаропроизводителей. Мы должны работать со всеми рынками сбыта, где есть национальный интерес. А просто уходить, оставляя какой-то рынок, это глупо. Даже с политической точки зрения. Если, не дай бог, даже политической составляющей. Но не исключено, если власти Молдовы сделают какие-то решения об выходе из каких-то соглашений межгосударственных или ряд других отношений. Не исключено, что те страны включат визовый режим с Молдовы. Но сегодня мы уникальны в этом регионе. Мы не в военных конфликтах ни с кем. Мы имеем свободное передвижение всех свобод, как на востоке, так и на западе. То есть свободное передвижение граждан, безвизовый режим. Свободное передвижение денег. Свободное передвижение товаров. И с востоком и западом. Поэтому мы уникальны в этом плане. Надо создать, воспользоваться этим и создать условия развития нашей страны. Поэтому еще раз ответ, коротко на ваш вопрос. Не надо выходить ниоткуда. Вот есть три вот эти позиции. Надо их укреплять, надо их развивать. Выхода из одной организации в поле другого. Это во вред наших интересов, национальных интересов Молдовы. Эксперт отмечает, что в 2022 году власть усилила свое давление на оппозицию. Оппозиция заявляет, что власть использует авторитарные какие-то определенные замашки. Мы видели, что была определенная протестная волна. Но вас мы не замечали ни с определенными заявлениями. Хотя вы сейчас говорите, что вы не занимаетесь политикой. Пока что не занимаетесь. Да, но все-таки вы гражданин, знаете, гражданин, человек с такой активной гражданской позицией. Вы не были замечены ни на протестах, никаких не комментировали. Что вы можете сказать? Сейчас протестная волна притихла. Надолго ли, как вы думаете, как будет развиваться ситуация в этом направлении? Я с вашим вопросом, по остановке вопроса, частично согласен. Я сделал декларацию в направлении закрытия и запрета телеканалов. Вы знаете, что был запрет нескольких каналов телевизионных. Шести телеканалов, да. Я сделал официальное заявление, что это неправильно. Я осуждаю и несмотря на то, на каком языке они говорят, но если они законно излагают свое мнение, то телеканалы закрывать это неправильно и недемократично. Но они митинг проводили, вы не были на этом митинге? Нет, я не был в стране в тот момент, но я за закрытие любого средства массовой информации. Против закрытия любого? Против. Я против закрытия любого источника. Если они нарушают законодательство, то по каким параметрам? Пожалуйста, можете оштрафовать, можете там выговорить что-то другое, но ликвидировать из того, что тебе не нравится, что там тебя критикуют, это плохо. И я считаю, что я правильно сделал заявление и выступил против закрытия телеканала. Что касается волнений, скажем, людей, демонстраций и так далее. Да, я не был на демонстрации, но каждый человек в демократическом государстве имеет право на любые формы, законные в защите своих прав. Если большинство или часть людей приняли решение выйти на площади, делать демонстрацию перед властей, потребовать улучшения ситуации в стране, это вполне нормально. И не надо запрещать, не надо заставлять полицию воевать с ними, но надо прислушиваться. Но я могу дать совет тем, которые у власти, любого уровня. Местного, регионального, районального или центрального. Они должны знать пульс общества. И если в обществе, в селе, в городе, или в районе, или в автономии, или где-то на уровне государства, есть какие-то недовольства, лучше ответственные лица государственных органов власти выйти на контакт, пригласить их за стол переговоров и вникнуть, что хотят эти люди и чем могут помочь власть. А если не сможет помочь, то хотя бы, чтобы не мешало. Но репрессиями заняться, это противоположно, это неправильно. Что касается дальнейшим, я знаю, что выходили на площади в основном под эгидой одной политической партии. И руководство этой партии совсем не чисто на руку, и всегда говорят об краже миллиарда и многое другое. И те, которые выходили на площади, это часть из недовольных людей, граждан нашей Молдовы, создавшей ситуации. Но остальная часть не хотела примкнуть, чтобы их не ассоциировать с теми, которые, скажем, украли или чего-то другое. Но если не будут приняты определенные условия для разрешения проблем, которые есть в стране, то я не исключаю, вот-вот-вот придут. Ладно, в холодное время, суток или года людям не очень-то удобно выйти на демонстрацию. Вот-вот идут весенние полевые работы. Если не будут предприняты ряд мер, то я не исключаю, что люди могут выйти опять на площади. И больше, чем было до сих пор. И не одна политическая партия, а большинство. Или они могут и объединиться. То есть лучше не довести до греха страну или ситуацию. А какие меры должны быть предприняты? Еще раз говорю, государство, правительство, в лице правительства, она должна понять, в чем проблема. На сегодняшний день у нас огромные проблемы в экономическом плане. Предприятие одно за другой закрывается. Не открываются новые предприятия. За 2022 год ни одного нового среднего и крупного предприятия не открылось. Правильно. Третье, те, которые не ликвидировались или самоликвидировались, имеют большие, скажем, проверки от разных органов власти и инспекции и так далее. Некоторые из них приостановили свою работу, отпустили людей за свой счет. В том числе и за отсутствие рынка сбыта и много других позиций. У них большие проблемы по возврату кредитов, в которых поднимается кредитная ставка. В Молдове необоснованно по сравнению даже с другими странами Европейского Союза и не только. И вот это все вместе взято, оно влияет отрицательно. Поэтому могут бы создаться условия. Это один момент в экономическом плане, а другой есть в социальном плане, это зима. Слава Богу, что Бог пока дает теплую зиму. Не знаю, какие будут последствия для сельского хозяйства, для культур, но в плане социальном еще более-менее хорошо. Но если бы за окном было обычно, как бывает в январе месяце, минус 10 или минус 15, то было бы намного больше недовольных людей в этом плане. Просто создается впечатление, куда ни глянь, везде кошмар. У нас самый высокий внешний долг за всю историю. Вот сейчас. У нас принимается дефицитный бюджет, который уже назвали бюджетом нищеты. У нас сумасшедший уровень инфляции, в том числе в большей степени из-за того, что у нас энергетический и газовый кризис. А на днях премьер-министр госпожа Гаврилица заявляет о том, что мы присоединимся к европейской платформе по энергетике и по газу. То есть получается то, что власти все равно, несмотря ни на что, они идут и следуют своей повестке. То есть многие расценили вот это заявление госпожи Гаврилица о присоединении к европейской общей платформе по газоснабжению. Это очередной геополитический шаг против кого-то и в сторону Евросоюза. Ну, к большому сожалению, ко всем тем недовольных или недовольствия, или тех вопросов, проблем, которые вы озвучили, я не имею положительного ответа, чтобы противопоставить вам что-то другое. На самом деле это есть. У нас только, что хорошо, это хорошо только у коммерческих банков, которые подняли кредитные ставки. И сегодня, к сожалению, среди руководства этих коммерческих банков нет ни одного гражданина Республики Молдова. Да, к сожалению, это так. К большому сожалению, это так. И в том числе это повлияет на настроение граждан Молдовы. О чем мы говорили раньше, что их заставит выйти на площадь, если выйдут. Поэтому это плохо. Проблема катастрофически в энергетическом секторе. Вообще не развивается зеленое, скажем, направление электроэнергии. В том числе вы знаете, что Бог нам подарил солнце, теплые моменты и хорошая погода. И мы от солнца, от природы, мы можем получить зеленые, так сказать, электроэнергии, которые могут повлиять положительно на энергетическую, скажем, безопасность нашего государства. Опять же, к экспериментарии власти об этом говорят, но в бюджете ни одной копейки на это не заложено. Первое и второе. Люди, которые занимаются зеленой энергетикой, говорят, что очень бюрократичная система, очень много проблем создано искусственно и не способствует поддержке развития этого сектора. И это плохо. Но, тем не менее, есть и возможности. Другие. Что касается присоединения к платформе газовой, энергетической, европейского союза, я не вижу ничего плохого в этом. Если власть будет использовать эту платформу на благосостояние и на поддержку Молдовы, зависеть только от одного источника, обеспечения электроэнергии или газа, это очень тяжело, это проблематично. Но иметь доступ разных источников и выбирать, откуда брать, чтобы было дешевле и стабильнее, это хорошо. Поэтому надо посмотреть, на каких условиях там приглашают нас и кем мы должны быть. Но если получится так, как получилось недавно, что Молдавская ГРЭС предлагает энергокому, то есть правительству Молдовы, электроэнергию по 50 долларов центов за киловатт, а в Кишиневе говорят, нет, мы не будем брать у Молдавской ГРЭС, оно сейчас управляет... За 150 будем... ...сепаратистом или непонятно кому, мы будем брать где-то в других местах, в Румынии, а в Румынии дошло до 300 долларов, не 57 центов, а 300 долларов, порой было даже за 400 долларов. Поэтому это глупо, это ошибка, и органы власти, особенно прокуратура, должна вникнуть и привлечь к ответственности этих людей, которые создали большие проблемы, пришли к людям, скажем, счет для оплаты. И одно, когда пенсионер получал тысячу лей, и приходит за оплату за электроэнергию 200 лей, а другое, которое приходит 700, 800, а то и больше. Поэтому тут есть проблема. Еще раз говорю, при соединении какой-то платформы, это не... Неплохо. Но надо вникнуть, куда вступаешь, зачем вступают, и что мы будем иметь от этого. Если это будет лучше, то только добрый час. Ну, понятно, что мы идем в фарватере сегодня, вот как я уже говорила, стран, западных стран, стран Евросоюза. Кстати, как вы отнеслись к новости о том, что Молдова стала кандидатом на вступление в Европейский Союз? Неплохо. Я ничего не вижу плохого. Но это не решение молдавских властей, это политическое решение евроструктуры. И мы знаем для нас, к большому сожалению, но между нами можем это говорить, Молдова не готова к статусу кандидата в Европейский Союз. Я не против этого, но чтобы кто-то стучался в кулаком грудь, что благодаря им нет. Нет. Это просто в пакет с Украиной, создавшей ситуацию, и нас это принесет. Но до того момента, что мы соответствовали на уровне требований кандидата, нам еще надо пахать и очень много работать над этим. Но от этого статуса до вступления в Евросоюз это очень долго, очень тяжело. А если так пойдут дела, то не знаю, если даже того момента выживет Европейский Союз в этом составе. Поэтому не надо радоваться, что это заслуга кого-то. Нас приняли в этом статусе с политической точки зрения в пакет с Украиной, и это решили зарубежные партнеры, но не молдавские власти. Нас не спросили, народа не спросили, и не спросят. Это политическое решение. Но это неплохо для Молдовы. В принципе, если молдавские власти вникнут и будут вести переговоры с европейскими структурами, создать условия для молдаван, для граждан Молдовы по всех направлениям жизнедеятельности. Вот мое мнение в этом плане. Президент Майосанду сказала, что до конца десятилетия Молдова станет полноценным членом Евросоюза. Какое десятилетие? Вот ближайшее десятилетие Наталья Гаврилицы накануне заявила премьер-министр о том, что создана уже программа по евроинтеграции Молдовы 2030. Первая программа европейской интеграции была разработана в 2005 году в Молдове. И я принимал участие в этом плане. Была первая программа. Но что касается этой программы, я ее пока не видел, но правильно выступил, в принципе, ближе к правде декларации министра иностранных дел, господина Попеску, что для европейского статуса или членства Европейского Союза Молдову надо поработать как минимум 20-30 лет. Как минимум. Но опять же говорю, нас не спросят, к сожалению, поскольку это политические в основном решения. Если вникнуть в ситуацию, все страны, которые, или абсолютное большинство страны, которые стали членами Европейского Союза с 2004 года ни одна не была готова ко всеми критериями членства Европейского Союза. Это было просто политическое решение европейских чиновников для того, чтобы присоединить еще какую-то страну, взять под контроль ресурсы, взять под контроль рынок сбыта, взять под контроль экономику, финансы и военные действия. Вы посмотрите, Румыния для ступления, до ступления Европейского Союза имела более 50 сахарных заводов. Сколько сегодня имеет? После ступения Европейского Союза ни одна фабрика в Румынии нету, не работает. То есть задавили производителя. Импортирует. Сахар есть, но импортирует из Уцукер, Германия или ряд других стран. Второй пример. В Румынии до ступления в Европейский Союз было десятки фабрик цементных заводов. Сегодня ни один цементный завод нету в Румынии поставляет, но дефицит цемента нет, поставляет Лафарш Франция. То есть это борьба за разделение рынка, в том числе и Молдове. Если бы мы не остановили ситуацию в 2001 году, не был бы так запущен цементный завод в резине. Вы знаете, что цементный завод в резине, который купил тоже тот Лафарш в 1999 году, то в 2000 году они приостановили, закрыли завод. Став я премьер-министра, их пригласили, сказал, люди добрые, мы не против частной собственности, но завод должен работать. Там работало 1200 человек. 1200. Поэтому вот такие позиции. Я просто хотела бы дополнить, а сколько не успели не закрыть, сколько консервных заводов, завод Альфа, сад памяти Лича, сколько крупных предприятий все-таки было. Ну, в том числе закрыли, в том числе закрыли у нас ряд сахарных заводов, к сожалению. Зачем бричанский сахарный завод, один из самых лучших технологий в Европе, его закрыли. У меня до сих пор нет ответа. И ряд других заводов. То есть мы готовы вступать в какой-то организации не ради того, как в том анекдоте, что не день, то надо вступать, то одно, то другое. Но вступать надо туда, сотрудничать надо с тем, где есть национальный интерес. Если есть национальный интерес, то уникальный. Но еще раз хочу вернуться к этому. Имея эти, скажем, столбы, если можно так назвать, нашего государства, привлекательность от Бога географический, мост между Востоком и Западом, который, они воюют сейчас друг против друга, имея нейтралитет, членство в СНГ, статус кандидата в Европейский Союз на платформе Молдовы. Надо создать такое и такие условия. Потекут реки инвестиции из Запада и из Востока. Здесь будет процветание. Вот над этим надо работать. Мы это знаем как. И мы поддержим этот проект. Полностью с вами согласна, Василий Павлович, по поводу того, что Молдова может стать действительно мостом дружбы между Западом и Востоком. И что нужно работать в этом направлении. Но мы видим и отмечаем, что вместе с Западом, с западными какими-то инвестициями к нам приходят так называемые западные ценности. мы видим, мы видим, что у нас все больше нарастает продвижение и пропаганда ЛГБТ сообществ. Мы видим, что нейтрализуется значимость нашего вероисповедания. В Гагаузе к этим тенденциям относятся крайне негативно. Я знаю, что вы тоже человек, который выступает за традиционные исторические ценности, традиции. как вы на это смотрите и насколько сегодня мы способны и можем сохранить нашу культуру вот под этим напором того, что сейчас происходит. Я не могу сказать, что я самый сильный, скажем, религиозный человек. Но я верю в Бога, я православный христианин, молю Бога и верю в нашу веру, так, как я могу и воспитали меня родители. И я помню, что сказал мне дед Царства Небесного. Самое большое предательство человека это тот, который преподает, то есть меняет веру своих родителей на другую. Я не хочу быть предателем в своей жизни. Поэтому я это ценю и верю. Я, пользуясь случаем, хотел поблагодарить, особенно поблагодарить всех священнослужителей и особенно наша православная церковь, митрополия Кишинева и себя Молдовы за воспитание, правильное воспитание людей и этих ценностей. Я тоже придерживаюсь, что каждый ребенок должен иметь папу, маму, нормальные традиционные действия. и понимать он, он или она. Но он или оно или она это глупо и другое. Я за то, чтобы каждый человек знал свою фамилию, имя и отчество. Я Василий Павлович. Я не должен стыдиться того, что мой папа был Павел. Это мой папа. Так все, что меняет и в том числе и в этом плане я не поддерживаю. Я категорически против того, чтобы воевали с церквью. Я за то буду выступать, если приду в политику, буду выступать один из моих направлений, в том числе создание условий и для нормальной жизни священников. В любом селе один из умнейшим человеком уважаем это священник. Они очень образованные, они воспитывают наших детей, в школе читают лекции и в церковь. Они за мир, молятся Бога за нас, те, которые безбожники, не ходим туда. Но они же люди. Выходят на пенсию, вот недавно я встречался с одним священником, ему за 70 лет, он старый, уже не может вести службу. Когда он служил, кусочек хлеба имел, а сейчас вышел на пенсию, да еще попал в аварию, не может ходить никак. И его пенсия стоит триллея. Я говорю, почему триллея? Вот социальные службы сказали, что я когда-то в школе ходил на уборки урожая и получил официальные зарплаты только на триллея. То есть я считаю, что в стране даже священникам, они наши граждане, не последние граждане, они должны получить, выходя на пенсию, как минимум минимальную пенсию. И много других позиций это правильные. Я категорически против вот этих сект разных, ЛГБТ, НИБТ и так далее. Если человек считает себя членом ЛГБТ или нетрадиционное направление, иди к себе домой, закрывайся на замок и там в квартире твоей, в доме, делай все, что хочешь. Перед Богом ты в ответе будешь. Но не выходить, извините, с голой задницей на улице и показать нашим детям, нашим внукам непонятные традиции. Поэтому я категорически против таких подходов. и я за традиционные нормальные отношения. В декабре две расповедания, прошу прощения, две расповедания. Я уважаю каждого человека. Я знаю, что Бог один. Не хочешь быть православным христианом по каким-то причинам? Твое мнение, может другое, но надо уважать друг друга и надо молиться Богу. В декабре 22-го года депутат парламента отправящей партии действий солидарность Уазу Нантой заявил, что руководство Молдовы очень критически относится к особому правовому статусу Гагаузи. Он отметил, что у правящей партии достаточно кресел в парламенте для пересмотра этого статуса. Уазу Нантой также заявил, что преднестровский вопрос нужно решать не путем диалога с Террасполем, а через ультиматум властям региона. Как вообще вы относитесь к подобным заявлениям? Коротко могу сказать, если так оно есть в суть, то это провокационные необдуманные декларации. Во-первых, статус Гагаузи, он зафиксирован в Конституции Молдовы, и его не надо упрощать, его не надо уменьшить, его надо развивать. И более того, даже в других районах Молдовы надо заниматься центральной власти, парламент, правительство должны делать децентрализацию, дать больше полномочий регионам, но не концентрацию и нарушение права человека. Я считаю, что это провокационное заявление, если оно так, оно и есть, и это неправильно. Что касается Приднестровья, намного тяжелее, и то, что не стреляют на институте, это надо молиться Богу, и это сохранить, как зениц ока. Более того, это наш приоритет должен быть любой власти, укреплять диалог и мирным методом урегулировать Приднестровский конфликт, так называемый. Поэтому любые ультиматумы, любые требования, любые запреты, любой изоляции, любой декларации необдуманной, это приведет только к ухудшению ситуации в стране. А нам это не надо. Скажите, пожалуйста, какие ожидания в завершении программы, хочу спросить, какие ожидания у вас от 2023 года? Ой, как у каждого гражданина, особенно предновогодние праздники или новогодние праздники, это всегда ожидание что-то лучшее, что-то новое, что-то такое, скажем, ну, процветающее. Конечно, я точно такой же в пользу случая хотел поздравить всех граждан Молдовы еще раз со всеми праздниками и с прошедшими праздниками, и с наступающими праздниками, и не только граждан Молдовы, но особенно ввиду того, что я в Камбрате, и жители автономии Гагаузии в первую очередь поздравить с этими праздниками и сказать, и обратиться к ним с просьбой, чтобы они сохранили все традиции, которые мы получили от наших отцов и дедов, приумножили, передали правильно молодому поколению, поскольку будущее зависит от молодежи, и если какой-то молодой человек неправильно себя ведет, виноват не он, виноваты мы, родители, поскольку мы его так воспитали, должны воспитывать правильно наших детей, и тогда у нас все будет хорошо. Ожидания у меня в начале года самые положительные, самые хорошие. Я надеюсь, что те, которые у власти поймут, что мы как люди временно на этой земле, а в должностях еще короче, и если Бог дал шанс им занимать какую-то должность государственную, они должны стараться как можно быстрее сделать намного лучше и хорошо, поскольку это нужно для страны, и надеюсь, что они не обидятся на нас, те, которые не занимаем государственную должность, за какую-то критику, мы это делаем с доброе побуждение. Я не могу хвалить какого-то человека, если он не заслуживает, да, поэтому мы это делаем в доброе побуждение и готовы к сотрудничеству с любыми властями, главное, чтобы они правильно работали на независимость Молдовы, суверенитет, территориальная целостность и благосостояние нашего народа. Если это будет, я готов голосовать, сотрудничать, поддержать любую политическую платформу, любого человека, любого кандидата, и поэтому призываю всех граждан Молдовы и в частности жителей Гагаузии объединиться, ставить во главу угла национальный интерес и избрать лучших из лучших руководителей, чтобы шли вперед и дай бог, чтобы 2023 год был один из переломным годом к развитию нашего государства. Господин Тарлев, спасибо вам огромное за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Дорогие друзья, я напомню, что в эфире была программа «Большая игра». Гостем эфира был премьер-министр Республики Молдовы 2001-2008 года. Я желаю вам хорошего вечера, оставайтесь с ГРТ, впереди вас ждет много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова